Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи. Сегодня будет видео по запросу на тему... То есть Рита. Рита мне прислала вопросик. Ей интересно, расскажи о своём образовании, о работе, чем занимаешься и, возможно, историю своего успеха. Очень интересный вопрос, я решила на него ответить. Спасибо, Рита, тебе за вопрос. Привет тебе огромный от меня, лично. Фамилию не ставила назвать, как она записана, потому что я боюсь неправильно прочитать, чтобы не обидеть человека, как там правильно. Поэтому так. Итак, с чего начать мою историю образования? Итак, заметны перемены какие-то. Я, на самом деле, уже перекусила, потому что у меня, оказывается, закончилась память на телефоне и мне пришлось удалять всё. Я думаю, ладно, поем, мне салатик принесли. Короче, я поела. Я, в общем, продолжаю. С чего началось моё образование? Моё образование началось со школы. Началось со школы, закончила я 9 классов. Потом я поступила в училище, профессиональное училище в Ростове-на-Дону, ПУ-13 называется, на секретаре референта. Отучилась там 2 года, училась хорошо, на пятёрке, четвёрке. Но потом такой был период, когда уже пошли мальчики, гулянки. В общем, захотелось мне гулять. Я стала пропускать училище и перестала учиться. И мне вообще стало неинтересно. Думаю, какой секретарь референт? Я не буду работать секретарем референтом. И уехала в Москву, вышла замуж. Через какое-то время сложилось так, что моему близкому человеку нужна была помощь. И я захотела пойти учиться на клинического психолога в университет. Захотела высшее образование. Для этого мне нужно было 11 классов хотя бы, да, или закончить училище. Я вернулась, закончила училище, получила диплом. Потом пришла в Москву и сама поступила в университет, Ростовский государственный гуманитарный университет на Менделеевской, в Москве, на клинического психолога. Поступила на вечерние. Думала, это моё, всё, я нашла себя. Я, в общем, два года отучилась. Два года, это какая-то волшебная цифра, по-моему, везде два года. Я отучилась и не сдала несколько экзаменов, чтобы, ну, уже перейти на третий курс, потому что были такие специальности, которые мне не нравились, предметы, да, которые мне не нравились, которые были сложными. И, на мой взгляд, они были бесполезными, потому что то, чем собиралась заниматься я, как бы не нужно оно было, да. Но были предметы, которые нужно было сдавать, я уже не помню, какие нужно было сдавать. Преподаватели были очень странные, то есть, допустим, одинаковые знания у меня и у моего одна университетника, однокурсника, в общем, и ему, значит, ставят зачёт, а ко мне придираются и не ставят. Соответственно, я за справедливость, я начинаю возникать, я начинаю ругаться. Вот, и, конечно, это, да, добра не доводит, в итоге становятся все учителя вообще в контры такие, и, в общем, я думаю, нафиг оно мне надо, кто они такие, чтобы я... Унижалась перед ними, да, и, может, это вообще не моё, как бы, и, ну, то есть, я не люблю эти моменты все, и я ушла из университета. Я взяла академсправку, думаю, ну, мало ли, может, в пяти лет я захочу, ну, в течение пяти лет я захочу восстановиться. Но в итоге желание у меня так не появилось, может быть, даже и пять лет ещё не прошло, не помню. Ну, не суть. Я не собираюсь учиться, я не собираюсь работать по этой специальности. Это что касается образования. Дальше, что касается работы, да. Ну, всю жизнь я работала с детства вообще, с 11 лет я уже была таким предпринимателем. То есть, сначала мы с братом покупали кукурузу на рынке, варили её, приходили домой, продавали. Мама нам помогала, там, чтобы сварили, пока мы поспали, продавали варёную кукурузу. Очень неплохо, у нас шёл бизнес вообще, там, 300% накручивали, и заработок был отличный. То есть, мы уже себя, там, могли баловать конфетками всякими и одеждой какой-то. А потом, с 16 лет меня уже брали в Ростове-на-Дону работать, то есть, я работала на рынке где-то, там, арбузы продавала, овощи продавала. Не знаю, что ещё продавала, книжные, книжки какие-то, принадлежности книжные продавала. Потом уже в 17 лет меня взяли, я продавала сотовые телефоны, работала на ремонте телефонов, то есть, везде меня обучали, как бы, и всё, мне это нравилось. Но, опять же, я долго на работе не задерживалась, потому что, как только начинались какие-то контры с начальством, да, и с меня требовали больше, чем я хочу вообще дать этой работе. Ну, в плане, там, не опаздывать на 5 минут, да, и какие-то штрафы, ну, вообще, что за бред, ещё что-то. Ну, то есть, вот, меня это очень бесило, то есть, потому что вначале все такие классные, все такие радужные, а потом начинается, в общем, по полной программе, и я уходила, как бы, да. То есть, мне нравился этот период, когда тебя ценят, когда хотят, чтобы всё было хорошо, там, и всё супер. А потом, когда всё портится, я ухожу. Работала продавцом уже в Москве, работала продавцом-консультантом в Адидасе, тоже недолго. Сначала я порхала, даже покупатели, которые были, они спрашивали, что новенькое. Ну, потом, когда тоже уже ты хочешь покушать или ты хочешь в туалет, а тебя не отпускают, и какие-то ставят непонятные условия, какие-то невыполнимые. И ты понимаешь, что ты пляшешь под дудку тех, кто даже младше тебя, то есть, у меня был администратор младше меня, утверждался за мой счёт. И, как бы, мне тоже это не нравилось, я ушла оттуда. Потом я работала очень долго на парфюмерии, косметике тоже, в таком магазинчике, очень хорошее начальство у меня было, мне всё нравилось. Ну, то есть, вот такие были у меня работы. А, работала хостес во французском ресторане, пробовала официанткой работать где-то. В общем, много, понемногу работаю, но вся моя работа никогда не была связана с тем, что у меня была острая нужда в деньгах. Я всегда работала для души. Что касается моих самых лучших достижений, я считаю, что моё самое лучшее достижение на сегодняшний день – это мой мужчина. Потому что, как бы, так или иначе, ну, не знаю, я считаю, что женщина, наверное, как-то я себя так видела, да, что есть женщины, которые получают образование, работают, трудятся, принадлежат сами себе, и всё отлично, да. Я горжусь такими женщинами, они молодцы, они супер. Я просто немножечко другой человек, другого склада. И для меня мужчина важен в жизни, и он важен для меня как добытчик. Я хочу быть такой женщиной, как бы, красивой, домашней, ну, и при этом, как бы, завидной такой невестой, да, не просто дома сидеть, кухарить там, да, а вот, ну, воспитывать детей, чтобы жизнь была красивая такая. И, конечно, у меня мужчина должен быть добытчик. И как-то жизнь так вот была построена, что я не должна была много пахать и работать, да, потому что это должен был делать мужчина. И на сегодняшний день моё самое главное достижение – это мой мужчина, который сейчас со мной, потому что это за всё моё время, сколько я живу, это идеальный мужчина для меня. То есть с ним не скучно, с ним не пресно, с ним не страшно, с ним уверенно, с ним спокойно. То есть, ну, всё, что можно, да, подумать, всё, всё с ним. И он очень-очень крутой человек, с очень крутыми качествами, которые я долго искала, да. И почему это достижение? Потому что мы бабу с вами часто глупим и тупим, и остаёмся с теми мужчинами, которые нас не ценят, которым не доверяем, но, может быть, влюбились или ещё что-то. И мы находимся постоянно всю жизнь там, кто-то всю жизнь, кто-то годы тратит на каких-то парней, на которых тратить не нужно, да. И моё достижение, что я не заостряла внимание и не тратила своё время на тех мужчин, на которых много времени тратить не нужно. И, в общем, дождалась своего принца, вот, и я счастлива, в принципе. Сейчас я не работаю, я занимаюсь только ютубом, занимаюсь с собой, занимаюсь английским, вокалом, пою, пишу песни, ищу людей, которые будут хорошо писать, помогать мне, и люблю, наслаждаюсь жизнью. Вот мои достижения на сегодняшний день. Ну, если вкратце, если, конечно, вас какие-то более подробности интересуют, задавайте мне в комментариях, потому что, ну, я как-то, в общем-то, расскажу, чтобы было коротко, видео было не слишком длинное и конкретное. А если уже, ну, есть вопросы какие-то из моей истории, то, конечно, я по возможности на них отвечу. Итак, спасибо, Рита, тебе за запрос. Я очень люблю снимать видео по запросу, поэтому, кто смотрит видео, у кого есть какие-то интересные вопросы, чтобы я прям сняла видео целое об этом, пожалуйста, пишите в комментариях, я очень люблю это делать. Надеюсь, мое видео было интересным, если это было так, ставь лайк, подписывайся на канал, если ты еще не подписан, впереди много интересного. С вами была я, Селена Свэй, буду пить свой морковный сок, и мне принесли уже котлетки куриные с картошечкой, сижу в своем любимом гайд-парке в горизонте, в Ростове-на-Дону. Пока-пока, увидимся в следующем видео.